Отличные новости. Кажется, я нашла героя. Идеального кандидата на место прозрачного. Правда? Угу. Так быстро? Он сейчас в зале. Хочешь взглянуть? Хочу ли я? Пошли скорее. Это же слепое пятно, да? Член семерки, у которого есть отклонения. Миллениалы будут в восторге. Сейчас инклюзия стоит на первом месте. Вот это да. А если мы еще найдем цветного или женщину, а еще лучше цветную женщину на место глубины? Мы будем в шоколаде. Патриот, надо же, это вы. Это такая честь для меня. Стой. То есть, ты понял, что это я? Ого. Ну, надо же, удивительно. Не надо иметь супер-глаза, когда у тебя есть супер-уши. Должен сказать, что это просто потрясающе. А ты, друг мой, настоящий герой. Не из-за того, чем ты зарабатываешь, а из-за того, что ты преодолел. Спасибо. Из ваших уст такая похвала дорогого стоит. Да ладно, прекрати. Слушайте, ребята, можно задать вам один вопрос? Давай. Да? Да. Ну, ладно. Итак. Что будет, если... Ну, не знаю. Я сделаю вот так. Ну вот, теперь ты еще один беспомощный слепой мудак. Наверное, вы просто издеваетесь. Эшли. С чего ты решила, что я возьму в семерку какого-то коллегу? Блядь, Эшли, что ты на него уставилась? Посмотри на меня! Эшли! Посмотри на меня! Прости меня, прости. Заруби на носу. Единственная причина, по которой ты здесь, а не биаришь блядские менструальные чаши, состоит в том, что я тебя позвал. Вместо тебя может быть кто угодно. Я твой начальник. Да, хорошо. С этого дня я сам себе голова, сам себе маркетолог, и речи пишу тоже я. Ты же будешь докладывать мне обо всем, что происходит в компании, то есть о любом звонке, имейле, групповом чате, перегоревшей лампочке. Ты расскажешь мне. Да, Эшли. Я еще не совсем ебнулся, чтобы дать тебе решать, что будет делать семерка. Я это решаю. Ты меня поняла? Да.